Сегодня в кинохронике. Создатели мира Дикого Запада снимут сериал по игре Fallout. На телеканале HBO состоялась премьера сериала о Перри Мэйсоне. Патрику Стюарту исполнилось 80 лет. Это и многое другое смотрите прямо сейчас. На прошлой неделе стало известно, что компания Amazon вплотную занялась разработкой сериала, поставленного по мотивам культовой игровой франшизы Fallout. Основные части этой игровой серии выходили в продажу в 97, 98, 2008 и 2015 годах. Самым привлекательным элементом игры является придуманный для нее мир в стиле ретро-футуризм, совмещение идей альтернативного развития послевоенной истории и классического постапокалипсиса. Известно, что разработкой телепроекта Fallout занимаются Джонатан Нолан и Лиза Джой, создатели популярного сериала «Мир Дикого Запада». Также к работе над проектом были привлечены продюсеры студии Bethesda, которые разрабатывали последние несколько частей франшизы Fallout. Джонатан Нолан особо подчеркивает тот факт, что действительно считает эту игру одной из лучших в истории индустрии и лично посвятил ее прохождению очень много времени. Дата выхода сериала и ее актерский состав пока не раскрываются. В эпоху закрытых кинотеатров в нашей передаче мы продолжаем рассказывать вам о новинках стриминг-платформ, фильмах и сериалах, которые можно посмотреть, не выходя из дома. Так, например, в конце июня в эфире телеканала HBO и на сервисе Амедиатека состоялась премьера мини-сериала «Пэрри Мэйсон». «Пэрри Мэйсон» — это культовый литературный персонаж детективных романов Эрла Стэнли Гарднера. Несмотря на то, что «Пэрри Мэйсон» является адвокатом, зачастую он самостоятельно расследует различные запутанные дела. Эти истории впервые были экранизированы еще в середине 30-х годов. Большой популярностью обладал одноименный сериал конца 50-х, начала 60-х. Среди многочисленных киноверсий есть и советский вариант — фильм «Все против одного», в котором «Пэрри Мэйсона» сыграл Юозис Будрайтис. Планы снять свою версию зародились в недрах студии HBO еще в 2016-м. Сценарий должен был написать автор настоящего детектива Ник Пиццалата, а главная роль отводилась Роберту Дауни-младшему. Однако этим планам не суждено было сбыться. В итоге роль «Пэрри Мэйсона» исполнил Мэтью Ривз. Первый сезон шоу состоит из восьми серий, четыре из которых уже доступны на Амедиатеке. Оставшиеся будут выходить раз в неделю. Будет ли сериал «Пэрри Мэйсон» продлен на второй сезон, пока неизвестно. На другом популярном стриминг-сервисе, Netflix, недавно состоялась премьера заключительного сезона популярного немецкого сериала «Тьма», который многие называют одним из самых запутанных и головоломных шоу в истории телевидения. Сериал «Тьма» начал выходить на Netflix в 2017 году. В нем рассказывается детективная фантастическая история четырех семей, живущих в небольшом немецком городе. При этом в сериале есть несколько сюжетных линий, происходящих в разные годы, включая XIX век и 2050 год. А некоторые персонажи даже ухитряются путешествовать во времени. Создателем сериала является швейцарский режиссер Барон Боодар, который прославился в 2014 году, сняв криминальный триллер «Кто я?». Многочисленные поклонники «Тьмы», с нетерпением ожидавшие выхода третьего заключительного сезона, премьера которого состоялась на Netflix в конце июня, в большинстве своем остались довольны финалом этого по-настоящему головоломного и запутанного ТВ-шоу. За последние дни свои юбилеи отпраздновали несколько заметных голливудских актеров. 6 июля свое 40-летие отметила очаровательная французская актриса Ева Грин, а ровно неделю спустя, 13 июля, 80 лет исполнилось британцу Патрику Стюарту. Ева Гайль Грин родилась 6 июля 1980 года в Париже в семье стоматолога и известной актрисы Марлен Жабер. Ее тетей была еще одна популярная актриса Марика Грин, а дядей – известный кинооператор Кристиан Бергер. Неудивительно, что вся жизнь Евы Грин также оказалась связана с кинематографом. Получив шикарное образование в трех вузах Парижа, Лондона и Нью-Йорка, Ева вернулась во Францию и начала играть небольшие роли в театральных постановках. На сцене ее заметил известный режиссер Бернардо Бертолуччи. Так Ева Грин дебютировала в кино, сразу в главной роли в ленте «Мечтатели». Спустя два года она снялась у Ридли Скотта в картине «Царство Небесное», а еще спустя год стала девушкой Бонда в фильме «Казино Рояль». За последующие 15 лет Ева Грин сыграла еще немало ярких ролей в таких картинах, как, например, «Последняя любовь на земле», «Мрачные тени», «300 спартанцев рассвет империи», «Город грехов 2», «Дом странных детей», «Мисс Перри Грин», «Дамба», «Светила» и многих других. В данный момент 40-летняя актриса готовится к съемкам в фантастическом триллере «Патриот». Сэр Патрик Хьюз Стюарт родился 13 июня 1940 года в маленьком английском городе Мирфилд в семье военного и работницы на ткацком производстве. В детстве семья Патрика страдала от бедности, а сам он подвергался домашнему насилию со стороны отца. Может быть, именно поэтому уже в 15 лет он бросил школу и плотно занялся театральной деятельностью. Со временем Патрик Стюарт стал настоящей легендой британского театрального мира, сыграв сотни и сотни главных ролей в различных постановках. В кино ему также удалось добиться популярности, прежде всего благодаря ролям в таких фантастических франшизах, как «Звездный путь» и «Люди Икс». Кстати, за роль профессора Икс Патрик Стюарт попал в книгу рекордов Гиннесса, так как играл того персонажа в кино на протяжении рекордных 16 лет и 228 дней. Сегодня в нашей рубрике «Это интересно» мы поговорим об одном из самых известных авторов в истории английской литературы, об авторе множества популярных приключенческих романов и ярком представителе британского неоромантизма. Речь пойдет о Роберте Льюисе Стивенсоне, романе «Остров сокровищ» и его советской одноименной экранизации 1982 года выпуска. Роберт Льюис Балфор Стивенсон родился 13 ноября 1850 года в столице Шотландии, Эдинбурге, в семье инженера, специализирующегося на строительстве и обслуживании маяков. С раннего детства и всю свою жизнь Роберт страдал от тяжелой формы туберкулеза легких, что сказалось и на его привычках, и на его внешности. Всю жизнь писатель был патологически худым. После окончания средней школы Стивенсон поступил в Эдинбургский университет на инженерную специальность, желая продолжить дело своего отца. Однако впоследствии понял, что это никак не может стать его профессией. Заканчивал университет будущий писатель уже на юридическом. После выпуска Стивенсон начал писать свои первые художественные произведения. Это были очерки о путешествиях, короткие рассказы и небольшие повести, незамеченные широкой общественностью. Лишь в возрасте 31 года Стивенсон собрался написать свой первый полноценный роман, который получил название «Остров сокровищ» и был опубликован в 1982 году. Это произведение принесло автору мировую славу и по сей день является одной из самых известных книг Стивенсона, наряду с повестью «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Роберт Льюис Стивенсон начал писать текст романа «Остров сокровищ», проживая вместе со своей новоприобретенной женой Фанни и, что более важно, постоянно общаясь со своим пасынком, 9-летним Ллойдом Осборном. Однажды в дождливый шотландский день Роберт и Ллойд решили нарисовать карту вымышленного острова, на котором могли бы находиться запрятанные сундуки с сокровищами. Именно это событие и подтолкнуло писателя к идее романа «Остров сокровищ». Впоследствии Стивенсон рассказывал, что задумал это произведение исключительно из расчета на аудиторию, состоящую из мальчиков-подростков. Сплошные приключения и никакой психологии или высокого слога. Таким образом, пасынок Ллойд вполне подходил на роль первого и самого строгого рецензента. Помогал и представитель третьего поколения. Несколько дельных советов своему сыну дал отец Роберта Стивенсона. Роман Стивенсона «Остров сокровищ» пользовался большой популярностью в СССР. И удивительно, что и экранизирован он был множество раз. Вспомнить хотя бы отличный мультфильм 88-го года выпуска или черно-белую ленту с Клавдией Пугачевой и Николаем Черкасовым, снятую в 37-м. В начале 80-х желание сделать масштабный мини-сериал на основе этого романа возникла у известного советского кинематографиста Владимира Воробьева, снявшего Труфальдина из Бергама и свадьбу Креченского. При этом режиссер впоследствии признавался, что вынашивал эту идею с раннего детства, с того момента, как впервые прочитал книгу «Остров сокровищ». Владимир Воробьев задумывал свой проект как самую близкую к оригиналу экранизацию. Чтобы максимально точно передать все нюансы сюжетных линий, режиссеру потребовалось 220 минут экранного времени. Однако, когда материал уже был снят и смонтирован, свое веское слово сказали представители советских органов цензуры. Из фильма были удалены сцены насилия, жестокости, а также эпизоды, в которых главные герои играли в азартные игры или употребляли спиртные напитки. В итоге в мини-сериале оказалось не четыре серии, как планировалось, а всего три. Самая первая режиссерская версия ленты в итоге считается утраченной. Однако, к счастью для многих любителей советского кинематографа, сохранилась промежуточная версия фильма, из которой удалены не все сцены, вызвавшие опасения цензуры. Несмотря на проблемы с цензурой, Владимир Воробьев впоследствии подчеркивал, что «Остров сокровищ» — его лучшая и самая любимая работа в кино. Лента действительно вошла в золотой фонд советского кинематографа. Не последнюю роль в этом сыграл блестящий актерский состав картины, в который вошли такие популярные советские актеры, как Олег Борисов, Федор Стуков, Виктор Костецкий, Ольга Волкова, Георгий Золотухин, Николай Караченцев и многие-многие другие. Ну а на сегодня это все. Смотрите кино. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok